Так, я сейчас нахожусь в городе Остерзен, ну что-то как-то так. Отъехал я сегодня вообще недалеко, километров 70 от того места, где я ночевал. В общем, цель у меня сегодня немножко модернизировать свой рюкзак. Вот мне не хватает его чуть-чуть длины лямок, то есть буквально сантиметров 10, чтобы он полностью стоял на заднем сиденье. То есть, когда я сижу, спина прямая, то есть он полностью стоит на заднем сиденье, я его веса вообще не ощущаю. Но я хочу немножко сделать его длиннее и, соответственно, чтобы нормально полноценно ехать и его не чувствовать, грубо говоря. Я тут задолбался искать какого-нибудь портного или какую-нибудь мастерскую. Тут все облазил. В общем, полдня я уже тут торчу. Ну, я, в принципе, никуда не спешу. Сейчас закупился в Лидли. Ну, как закупился? Купил колбаски, булочек попить, перекусил прям там же. Встретил там женщину, немку она там со своей матерью, видимо, была. По-немецки разговаривали. Я подошел к ним, поинтересовался, где он может быть. Они знают какого-нибудь портного. Они мне посоветовали тут обувную мастерскую. Вот я сейчас туда приехал. Чувак сказал, мол, все сделаю, через час приходи, забирай. Так что будет классно. После этого я, наверное, покатаюсь тут по местным достопримечательностям. Ну, и потом двинусь дальше на север. В общем, такие планы. Сейчас тут нахожусь в пешеходной зоне этого города. Такой небольшой симпатичный городок на население 40 тысяч, где-то так, плюс-минус. В общем, у них тут ЛГБТ-шная тема. Это вообще конкретно на каждом углу эти ЛГБТ-шные флаги, какие-то там то ли ресторанчики, то ли что. В общем, везде прям это на показ. Ну, и народ такой какой-то тоже интересный. Мужчины какие-то такие расхлебанные, женственные немножко, что ли, блин. Ну, в общем, у них тут феминизм процветает. Будь здоров. Я также вчера с одним человеком общался. Он тоже говорит, здесь феминизм вообще жестко. Конкретно. И это видно по мужчинам, видно. Они какие-то как обдолбанные, что ли. Какие-то вялые. Ну, такие, не знаю. Отличаются. Есть немного. В общем, ладно, буду ждать час на солнце тут. Так, ребята, а приехал я сейчас куда-то приехал. В общем, буду смотреть самый большой водопад Швеции. Слышу уже он где-то шумит. Тут все так это туристически оборудована, тропинка, инфраструктура. Что-то как-то даже неинтересно. Ну, я не знаю. Я, может быть, сейчас поменяю свое мнение, когда увижу сам водопад. А может быть, я разочаруюсь. Не знаю. Мне хочется больше каких-то диких мест. Меня привлекают дикие места. А не вот эта благоустроенность, вылизанность. Хотя природа здесь, я вам скажу, бомба. Я сейчас нахожусь очень, так скажем так, западно. Недалеко от Норвегии, грубо говоря. Может быть, здесь где-нибудь переночую недалеко. А потом двинусь на север, как и планировал. Я сейчас ушел в сторону почти на 100 километров, на запад. Ну, мне посоветовали, как самый большой водопад в Швеции. Ну, надо сгонять. Ну, думаю, надо. Сейчас посмотрим, что это. Ну, вот, собственно, я стою сейчас возле этого водопада на самом его верху, так скажем, на вершине. Сейчас я вам покажу сначала с этого ракурса этот водопад. Потом мы немножко спустимся ниже и посмотрим, насколько высоко летит вода. Ну, а сейчас предлагаю вам насладиться этим видом вместе со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Короче, впечатляющее зрелище. Сейчас еще фотки сделаю для инстаграма и пойду. Так, сейчас я попробую спуститься в самый низ. Для этого сначала надо подняться, как я понял, наверх. Там, в самом низу. Хочу водички набрать. Горный. Для питья. Сейчас чуть перчатку не потерял. А крикнули люди, стой, типа. Было бы обидно. Так, кажись сюда. В общем, как вы видите, да, это считает самый большой водопад Норвегии. Как бы достопримечательный. Теперь моя задача найти какое-нибудь красивое место возле воды. Желательно в этом регионе, чтобы далеко не ехать. И, я думаю, можно будет разбить лагерь. Скажем так. А завтра уже пилить, как задумано, на самый север, как и планировал. Короче, начинается такой маленький дождик моросить. Прям вот, ну, немножко не вовремя. Вот чуть-чуть попозже бы он, что ли, начал это делать. Ладно, тут под кустиками, под веточками встану. Если что. Сейчас спустился в самый низ. Тут уже особо не видно, водопад он не бурлит. Но все равно красиво. Классно. Но это, опять же, запад Швеции. Это почти Норвегия, можно сказать. Так что сейчас перекушу, запасусь калориями, потому что наверх сейчас подниматься будет немножко тяжко. Но сначала дождик переждать. Ну что, предлагаю вам заценить мое очередное спальное место, где я буду сегодня спать. Место я нашел абсолютно спонтанно. Останавливаться, в принципе, не хотел. Думал, дальше сейчас проеду. Ну, просто ехал и взгляд зацепился за съездом. Думаю, дай-ка съеду, посмотрю, что там. Потому что по навигатору там должно было быть озеро. И, о чудо, что мы видим? И мы видим вот такой чудесный пейзаж. То есть здесь у меня красивейшее озеро, на берегу которого стоит моя палатка. Также здесь присутствует кострища. В принципе, можно будет костерчик пожечь при желании. Но я, наверное, этого делать не буду, ибо хочу спать. Тут вот пенечек можно использовать вместо столика. И давайте покажу, что у нас там. В принципе, можно будет спуститься, сполоснуться. Там хотя бы ноги помыть, так лицо умыть. То раскупаться, наверное, не буду целиком. Но так хоть маломальски. Надо будет еще носки постирать с трусами. Случилась у меня сегодня беда. Я потерял носок. Я их поставил сушить. Точнее, повесил, не поставил. Повесил сушить на двигатель. Это было в городе. Пока я там искал портного для перешивки лямок. Но это отдельная история. И потом я уехал и забыл про носки. Когда у магазина остановился, смотрю, у меня один носок на двигателе. Второго, естественно, нет. Обидно. Короче, сегодня у меня... Давайте подведем небольшой итог моего дня. День у меня был сегодня насыщенный. В 10 утра я, в принципе, не спеша собрался и выехал. Цель была у меня доехать до более-менее крупного города и найти там какого-то портного, чтобы он не перешил лямки на рюкзаке. Я хотел их удлинить на сантиметров 10-15. Я вам сейчас это все покажу. Ну, так вот. Я там очень долго искал это дело. В итоге нашел там какую-то женщину случайно, познакомился в магазине. Просто она говорила по-немецки со своей матерью. И я просто подошел и спросил, вы здесь живете? Она говорит, да. Я говорю, подскажите, пожалуйста, вот такая проблема, вот нужно решение. Ну, она мне помогла с адресом одного сапожника. Я пришел к нему, во, сейчас будет самое интересное. В общем, что касается шведов, да, это уже неоднократно убедился. Они очень конкретный народ. Очень, прям вот супер конкретный народ. И очень экономно думают. Поэтому, наверное, считаются самой счастливой нацией. В общем, я говорю этому человеку-сапожнику. Я показываю ему лямку. Вот здесь говорю так вот, отчекни, отчекни. Ну, в общем, отрежь и сделай вставочку там сантиметров 10-15. Ну, точнее, 15. И все, тут ну все, задачу понял. Ладно, приходи, через час сделаю. Вставляю рюкзак, иду гулять. Прихожу, он мне все, работа выполнена. Я ему денег заплатил. Иду к мотоциклу, одеваю рюкзак. Что-то не то. Странно. Такое ощущение, будто одна лямка короче, другая длиннее. Думаю, может, он как-то там криво сделал. Снимаю рюкзак, смотрю, он одну лямку сделал. Одну. Ну, вы понимаете, да, должно быть две лямки. Он сделал только одну лямку. Мне и смеяться, и плакать одновременно хочется. Я иду к нему в мастерскую. Показываю ему, говорю, одну, это сделали, а не две. Надо же две. Тот мне, ну ты же показал вот одну. То есть, блядь, мне чего надо было показывать. Вот чик здесь, чик здесь, вот здесь. То есть, каждый шаг объясняет, что, ну это же как бы понятно, что две, что они должны быть симметричны. Ну, я ему так и говорю, ну, вам не кажется, что это как-то немножко асимметрично? Тут, ну да. Ты говорит, давай, сейчас сделаю. Ну, я наезжать не стал, и к нему посмеялись так оба. В общем, ну ситуация действительно смешная. Это вот один случай. А был другой случай у меня. Прихожу я в один магазин, и говорю, мне нужна сеточка. Показываю ему вот сетку сзади, чтобы, ну, багаж крепить мотоциклет. Ну, я говорю, мне нужна приблизительно такая сетка. Вот что-то типа. Он смотрит. Не, у нас такой нету. Была, сейчас закончили, все, нет с продажи. Другого продавца спрашивают. Та же самая картина. Все, была такая сетка, все, закончилась с продажи. В итоге я в другой филиал захожу, мне такая же херня. Потом я смотрю, у них есть сетки. Ну, не прям такая же, но похожая. Я же им говорю, мне говорят, что-то похожее. Оказалось, та сетка, которая у них в ассортименте, она немножко побольше. Она не мотоциклетная, как бы. Она побольше. Ну, что, собственно, не проблема. Берем лишнее, отрезаем и получаем тот размер, который нам нужно. Крючочки там местами меняем, как надо, и все. Не проблема. Вот если бы вы в России где-то пришли в магазин и сказали, вот мне нужно что-то подобное. Ну, вам бы сказали, у нас конкретно такой нету, но есть что-то похожее. Ну, то есть человек предполагается, что он бы немножко подумал, так прикинул и сделал бы предложение. Здесь конкретно. Все нужно конкретно. Или сразу им все варианты, все возможные. Тогда они что-то сообразят. В общем, думают экономно. Это факт. После чего я... Что вообще дальше произошло? После, когда я лямочки все сделал... Кстати, давайте сейчас покажу лямки. Это прям вот чудо-чудо. Чудо-чудо-чудесное. Смотрите. Ну, у него не было такого же цвета. У него была черная такая лента. Он просто сделал вставку. 15 сантиметров. Соответственно, удлинил. Теперь обе лямки. Теперь езда с рюкзаком стала в разы комфортней. Раньше у меня как было? Если я сижу, спина прямо, то у меня рюкзак стоит сзади, на сидении второго номера. Вот здесь вот. Как бы все нормально. Если я держусь нормально за руль, то спина немножко нагибается. Буквально на 2-3 сантиметра у меня рюкзак приподнимается. И вот этого хватает, чтобы ощутить вес рюкзака. И поэтому приходилось все время ехать. То есть ты едешь в наклоне, потом немножко выпрямляешься, отдыхаешь. И вот так вот. Но меня это задолбало. Я сказал, мне надо подлиннее, чтобы у меня стабильно стояло и мне ничего не мешало. Вот что, собственно, сейчас и произошло. С этими лямками ты едешь. Я рюкзака вообще не ощущаю. Какой бы он там ни был. Хоть там 20 килограмм, поверь, может запихать. Вообще никаких проблем. Классно. Так вот. Закончив все рюкзаком, это уже было во второй половине дня. Где-то в 3 часа дня, я бы сказал, я поехал смотреть какие-нибудь водопады. Ну, так загуглил, что первое попавшееся, что поближе было. Ну и думаю, надо заехать на заправку. Заезжаю на заправку и не могу найти этот сраный терминал на заправке, куда карту вставлять. И тут чувак на квадроцикле рядом стоял, напротив. У этой же колонки, только с другой стороны. Я ему слушаю и говорю, как это работает. Ну, на английском, на своем ломаном. Тот мне показывает, вон, типа, терминал я. А, спасибо, все. Слышу и кричит. Ты откуда? Я говорю, с Германией. Тот, а-а-а. Ну и что-то так, словом за слово. Куда едешь, что вот. Ну, в общем, все такое. Я говорю, слушай, тут на заправках не вижу компрессора. Ну, обычная компрессора. Вот у нас на заправках всегда есть компрессор, чтобы подкачать колеса. Здесь я такого, ну, еще ни разу не встречал. Я говорю, где можно вообще компрессор найти? Тот говорит, слушай, ну, у меня дома есть компрессор. Давай, хочешь, ко мне заедем? Я тут рядом. Это, проверим давление. Я, ну, чудненько, зашибись. Проехались к нему. У него там в гараже три этих красача стоит. Ну, в общем, тоже мотоциклист, только он по красачам. Проверили давление, так, потрепались немножко. Я ему говорю, вот сейчас хочу на водопад съездить. Показываю, куда. Слушай, говорит, вот тут лучше есть. Самый большой водопад Швеции. Забил мне в Google Map. Ну, и все, там оказалось, где-то около ста километров на запад, в сторону Норвегии. Ну, я думаю, ладно, я же путешествую, мне же спешить не надо. В общем, я еду эти ста километров. Фотки у меня есть в инстаграме. Сейчас сюда, может быть, видос вставлю, там, пару фоточек, чтобы вы поняли, о чем речь, куда я езжу. А хотя здесь будут видосы, в чем проблема. Ладно, это я сейчас уже устал немножко. Так вот, после этого, там я потусил, все нормально, мне понравилось. За парковку, правда, забашлял 3 кроны. Ой, 30 крон, это 3 евро, в принципе, не критично. На 3 часа. Все дела я там сделал, поснимал, походил, посмотрел, там даже под дождик попал. Ну, благо я в экипе был. Сначала я парился, думаю, блядь, какая жарища в экипе, как неудобно. Люди-то налегке, они там на машинах в основном все приехали, в шортиках, в футболочках такие. Я им сначала завидовал, потом как ебанул дождь. И всех как ветром сдуло. А я один, блаженство. Мне пофигу, у меня экип не промокает. В общем, посидел я там, перекусил, помедитировал, так сказать, о своем. И выдвинулся обратно. Забил маршрут Норд Кап. Показал мне полторы тысячи километров. И получается, мне надо было эти 100 километров почти немного в обратную сторону ехать. Вот такой круг у меня получился 200 километров сегодня. И вот сейчас проехал где-то километров 200 оттуда, от водопада. И вот нашел это замечательное место. Думаю, дальше ехать не буду. Сейчас спокойно отдохну. Чай попью. Сегодня делать его буду на дровах. Исключительно в щепочнице. Спирт буду экономить. Там и так маленько осталось. Пол бутылочки. В общем, такой вот сегодня у меня насыщенный день. Да. И в то же время интересный, интересный день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...